Собственно, всем привет. Зовут меня Алексей. Я занимаюсь разработкой для iOS уже порядка шести лет. И мое настоящее хобби и моя настоящая страсть в компьютер-сайенс это именно компиляторы и все, что связано с этим. Если кому вдруг интересно, можете меня почитать в твиттерах, блогах, посмотреть, какой код я пишу на гитхабе и так далее. Наш план на сегодня таков. Сначала я расскажу о том, что такое LLVM. Затем немного ударимся в теорию и пройдемся по тому, что происходит с исходным кодом во время компиляции. После этого расскажу, зачем это все нужно. Приведу несколько примеров применения этого всего в нашей реальной жизни. То есть не где-то в академии, в абстракциях, а в реальности. В завершение я покажу пару слайдов о том, как легко и просто можно использовать LLVM вместе с C. Для этого не нужно быть каким-то красноглазым гентушником где-то в терминале. Современные тулы позволяют делать это все удобно и без боли. Так, чтобы рассказать, что такое LLVM, я сначала расскажу о том, что такое компилятор, как вообще выглядит компилятор. Это типичный компилятор на экране сейчас на слайде. Он состоит из фронтенда и бэкэнда. Очень похоже на какое-то веб-приложение, например. При этом задачи фронтенда – это, как правило, парсинг самого языка, проверка всевозможная, проверка типов, проверка того, что функции вызываются с коллектным количеством параметров и тому подобное. Завершающая одна из главных функций фронтенда – это непосредственно кодогенерация. И это генерация кода не машинного, а некоего внутреннего представления для общения с бэкэндом. То есть, если опять-таки провести аналогию с веб-разработкой, то мы фронтенд и бэкэнд общаемся посредством какого-то JSON, XML, протобав, что угодно. У компиляторов тоже есть свой некий промежуточный язык, который используется для этих целей. В задачи бэкэнда входят более низкоуровневые вещи, такие как оптимизация, то есть улучшение программы, чтобы она занимала меньше места на диске, либо чтобы работала быстрее, либо чтобы меньше батарею ела и тому подобное. Кроме этого, бэкэнд занимается кодогенерацией уже непосредственно машинного кода для какого-то конкретного процессора. Это может быть IRM, x86 и любой, в принципе, процессор. Завершающая фаза – это, как правило, линкер. Очень грубо говоря, это некая программа, которая берет несколько объектных файлов и склеивает их в один, который на выходе является непосредственно приложением. Задумка такая, что фронтендов может быть несколько. Например, как на слайдах сейчас C++, Rust, Swift, Haskell, Ada, D, Fortran. Дюжины, наверное, две дюжины этих фронтендов для разных языков. А бэкэнд – он один, в случае с LLVM. Это, собственно, LLVM и есть бэкэнд. И LLVM скрывает под собой все то, о чем фронтенду знать необязательно. Например, как генерировать код для MIPS или для Spark или для PowerPC. Нам вообще это не нужно, если наша цель, например, ARM. У такого подхода есть много преимуществ. Одно из них – это если вы, допустим, решили свой язык программирования написать, крутой, без изъянов и так далее, то вам не нужно, опять-таки, париться об оптимизациях, о том, какой ассемблер генерировать, как это все линковать. Достаточно просто написать фронтенд и подключить его к LLVM. Это гораздо менее трудозатратно, чем реализовать всю фронтенд-часть своими руками. В то же время, справедливо и обратное. Производители железа, каких-то чипов, если они хотят выйти на рынок с новым процессором, то они, вероятно, хотят, чтобы какие-то высокоуровневые языки имели возможность использовать этот процессор. Вряд ли кто-то ломанется писать чистый ассемблер для вашего процессора. Ну, может, там пара человек, но это не сработает в условиях рынка. Поэтому тоже производители железа, им тоже достаточно просто расширить бэкэнд. Теперь вот немного скучную теорию о том, непосредственно, что происходит с исходным кодом на его пути в код машины. Как правило, первый этап – это… А, да. Это вот функция на… Не функция, а исходный код. Вот кусочек кода. На его примере я буду показывать, собственно, что происходит. Вот. У нас есть определение глобальной переменной, собственно, глобальной функции, которая эту переменную использует. Первый этап в компиляторах – это, как правило, лексер или токенайзер. Вот. Его задача – это взять исходный код и разобрать его на маленькие кусочки, которые имеют какой-то более глубокий смысл, чем просто символы или строки. Вот. Это так называемые токены или лексемы. Там могут быть ключевые слова, определение типов, точка с запятой. И вот буквально каждый кусочек, он имеет некое соответствие вот в этих лексемах. На выходе вот такой вот поток, нечитабельный для человека, неудобный. Но код при этом побледнел на этом слайде, потому что с кодом мы уже больше не работаем. Нам он уже не нужен. Мы получили лексемы, нам хорошо. Мы можем двигаться дальше и передать эту информацию парсеру. Задача парсера – это собрать эти лексемы и представить нашу программу в виде некоего дерева, в виде некой структуры, с которой можно будет работать в дальнейшем более эффективно. Вот. Например, для такого маленького кусочка кода у нас есть четыре лексемы, и парсер из этих четырех лексем, он создаст вот такое дерево. Может создать такое дерево. Я не буду вдаваться, почему дерево вот именно такое. Это тема отдельного доклада, может быть, набора лекций. Но суть в том, что формально это будет выглядеть примерно вот так, где для каждого узла в дереве будет соответствовать некий класс или и нам, что угодно. Для изначальной программы все дерево будет выглядеть примерно так. Как только у нас есть это дерево, мы уже можем с ним работать и проводить всевозможные проверки. Другими словами, проводить семантический анализ, проверить семантику нашей программы, насколько она корректна. Первым шагом, как правило, первый шаг в семантическом анализе – это проверка типов. И вот в этом дереве у некоторых узлов типы не указаны. И для всех из них на самом деле очень легко, более-менее легко вычислить этот тип. И на этом дереве видно, что вроде как все хорошо, все здорово, но есть одно проблемное место вот здесь, потому что возвращаемый тип функции – это интеджер, а тип от умножения двух флотов – это все-таки флот. И мы не можем просто так взять и присвоить к intu флот. Разные компиляторы ведут себя по-разному, разные языки, точнее, ведут себя по-разному. Например, Swift в такой ситуации покажет нам ошибку. Скажет, вы не можете этого сделать, и вот вы, как программист, нам нужно будет указать явно тип, каст какой-то сделать. А языки более дружные, в кавычках, они более дружелюбные. Собственно, да, такая ситуация. Вот мы не можем к intu присвоить флот просто так, и в зависимости от языка поведение разное. Вот, например, C и C подобные. Вот там C++, C++, Subjective C. И они добавят здесь implicit cast, допустим, вызов некой функции, там, flow to integer, которая разрулит всю эту проблему с свойствами. Как только мы удостоверили, что наша программа корректна, и она имеет корректную семантику, мы можем двигаться дальше. Мы уже уверены, что программа корректная, мы можем генерировать из нее код. И это последняя фаза фронтенда, это кодогенерация для общения с бэкэндом. Вот сейчас на экране видно наша программа, вот изначальная, вот та самая, но в виде уже промежуточного представления LLVM. Если присмотреться, она выглядит немного как ассемблер, но в то же время выглядит немного как C, и просматриваются связи между изначальной программой и программой вот в этом представлении промежуточном. Следующий шаг – это, как правило, оптимизация. В этой программе есть сейчас 4 инструкции, 3 мува и 1 мультипликейшн. И опять-таки, если присмотреться, то видно, что мувы просто делают, они берут какую-то переменную, кладут ее во временную переменную, потом временные перемножают, результат кладут во временную переменную и ее возвращают. Это бессмысленно абсолютно, потому что нам не нужны временные переменные здесь, и можно сократить программу, в данном случае вместо 4 инструкций, одна инструкция. Если их там было 1000, а стало 200, то это огромный прирост во всех понятиях. Это очень важно. Да, как только мы выжали из нашей программы все, что мы могли, все, что мы хотели выжать, то можно сгенерировать ассемблер. Я, например, вообще не понимаю, что здесь происходит. Это ассемблер для кого-то ARMv7. Не знаю, что здесь происходит. Но выглядит это так. Заключительная фаза – это линкер. Я попробую привести пример. Вот он немного сложный для понимания, по крайней мере для меня. Но, грубо говоря, у нас есть одна программа. Мы ее компилируем в calc.o. Это наш объектный файл. Потом у нас есть другая программа, которая вот этот calc.o использует. Мы тоже ее компилируем. И если мы заглянем в программу, вот в main, то видно некие символы. Вот эти подчеркивания calc, printf, main – это символы. Некоторые из них, у них нет адреса, вот первый, третий. И буковка u значит, что они undefined, то есть они не определены. Задача линкера потом – это все эти объекты собрать в один, склеить и поправить вот эти адреса, чтобы функция, когда мы вызываем main, например, программа знала, что, куда, кого дальше вызывать. Вот printf все еще undefined здесь, но это задача уже динамического загрузчика. Это часть операционной системы. Туда я тоже не буду заныривать. Опять-таки выглядит компилятор наш примерно вот так. И, наверное, у многих возник вопрос, зачем вообще это все рассказывая, что ты несешь. Плюс этой архитектуры еще в том, что вот есть у нас frontend, есть у нас backend. И теоретически, теоретически и на самом деле практически мы можем вот вклиниться между frontend и backend. Мы можем брать этот LLVM IR, то есть промежуточное представление, intermediate representation, и что-то с ним делать. То есть такая вот себе man in the middle атака, но вот атака на компилятор. И что можно из этого сделать? Я уверен, вы можете какие-то сами применения найти этому. Я просто три самые топ-идеи своей головы достал. И вот они. Первое – это разработка UI. Я уже сказал, да я 6 лет, около 6 лет, наверное, чуть больше занимаюсь разработкой под iOS. И единственная тема, которая длится на протяжении всех 6 лет константно, это как делать UI. Люди постоянно холиварят, используют инкзивы, или писать все кодом, используют стериборды, или XSIP, автолейаут, set frame и прочее, прочее. А было бы здорово, если бы можно было вот прям вот в Xcode вот так вот написать 8 строк кода, которые нам нарендерят табличку и еще за handlet case, когда у нас нет данных. Мы можем использовать какой-нибудь Haml, Slim, ERB, что угодно. Мало кто знает, но вот в Xcode есть такая фича в настройках проекта, в настройках таргета есть последняя вкладочка build rules. Там можно указать, как обрабатывать файлы, которые подпадают под какую-то регулярку. Вот здесь, например, файлы с расширением Slim. Мы их можем компилировать неким Slim компайлером, а на выходе у нас будет объектный код, который вот просто будет автоматически интегрироваться в Xcode и оно вот работает. Только вот компилятора для Slim нет. Никто еще не написал именно для такого кейса. И это может выглядеть как неработоспособное решение или странное, но я вот заявляю, что это работает. Я вот таким образом храню, например, настройки. У меня есть YAML файл, YAML компайлер, который компилирует это все в Objective-C и Xcode это подхватывает. Все, это вот просто смуз работает, как некая магия. При этом очень стабильно. Это было одно применение потенциальное, вот второе, это Moki. Вот я сам не пишу еще на свифте тестов, но я слышал от людей, что проблемы есть. Типичная ситуация, это есть некий класс user, у которого есть некий метод getName, который что-то там возвращает. И есть некий класс user consumer, который, собственно, работает с этим юзером. Вот. Как мы делали это в Objective-C? Вот это выглядело примерно вот так. Мы там какой-то mock создали, нажали там стаб user getName и там вернуть что-то. Потом этот стаб mock скамливали, собственно, консюмеру. В связи с тем, что такое не работает. Вот нам, собственно, на этапе семантического анализа нам компилятор говорит, что тут типы не совпадают. Вот. вот, например, кастануть вот это все вот так вот дважды. И компилятор хотя бы перестанет ругаться. Но если мы запустим это приложение, то оно, вероятно, скрашится. Потому что, ну, мы не можем просто так взять какой-то левый класс mock кастануть в какой-то класс user. Но, с другой стороны, если у нас есть некий промежуточное представление этого кода, которое мы, вот, между фронтендом, бэкэндом, если мы туда вклиниваемся, то мы можем отловить все эти моменты. Здесь вот, я на самом деле смотрел этот LLVM IR, выхлоп, и там четко видны эти паттерны. То, как вот класс mock создается, как он инстанцируется с каким-то конкретным типом. И мы можем вот эту информацию взять и на ее основании сгенерировать прям вот объектный код, который будет нашим mock. То есть не надо руками писать. А второй момент, это там, где каст, это тоже там четкий паттерн. Там три или четыре инструкции, вот не помню точно, но это вот легко увидеть и пропатчить, вставить туда вот наш какой-то mock объект, который будет этим всем заниматься. И ну никакой боли почти. Но опять-таки, этого тоже нет. Вот, по крайней мере, в мире iOS разработки я не видел этого, но это работает в Java, есть фреймворк PowerMock, PowerMock, и в .NET, по-моему, изолятор, какой-то тоже mock-изолятор чего-то, не помню название. Третье, самое экзотическое, вот мое любимое применение, возможно, это мутационное тестирование. Вот, я в двух словах сейчас расскажу, попытаюсь занести идею, она простая, но очень интересная. Вот, допустим, у нас есть метод сумма, который суммирует два числа, там, А и Б, и у нас есть некий тест. Вот, а тест у нас, в принципе, справедливый, он использует математические свойства какие-то, вот, там, тест, как Assumption, делает предположение, что сумма двух позитивных чисел, она больше нуля. И, если мы прогоним тест, то он будет зеленый. Если мы посмотрим на код каверич, он будет вот сто процентов. Вообще, ну, вот, офигенно, круто. А, если присмотреться в программу, в изначальную, то там вот не плюс был, а умножение. Вот, и вот это тождество, которое в тесте проверяется, оно работает все так же для нашей некорректной программы. Идея мутационного тестирования в том, что для каждой изначальной программы, вот для суммы, мы генерируем некоего мутанта. Нечто, что слегка отличается от изначальной программы. Например, вот сумма, возвращается сумма, не а умножить на b, а а плюс b. Либо возвращается просто а. Либо еще что-то может там быть. Вот. И если мы на каждом из этих мутантов прогоним наш тест, то тест должен падать. Если тест не упал, то у нас либо тест корявый, либо само приложение корявое, то есть сумма. Это тоже может выглядеть чем-то неработоспособным, но, во-первых, это работает в Java, как минимум там есть фреймворк P-test, это работает в Ruby, там есть тоже фреймворк библиотека Gem, называется он Mutant, есть даже, по-моему, в PHP. Вот, вот, в C++, Swift, этого всего нет. Вот. И это, на самом деле, я вот работаю над этим, это занимает много времени, но оно выглядит как что-то простое. Вот. Ну, как оно выглядит, как что-то сложное, но как только я поближе подошел, оно не выглядит, как нечто сложное. Просто требует немного времени и усидчивости. Опять-таки, в чем проблема вот этих применений? Вот. Я здесь указал, да, три, которые вот у меня в голове есть. Вы можете, я уверен, что-то тоже придумать. Есть какие-то у вас pain point, которые может решить вот этот LVM, IR и вот эти все прочая магия. Но проблема, проблем несколько на самом деле. Эти применения, они не готовы, потому что люди заняты. Как правило, вот сейчас все пишут парсеры для JSON на Swift, либо пишут какую-то библиотеку для там реактивного чего-то там на монадах. Но самая большая проблема в том, что порог вхождения в это все, как правило, высокий, но не потому, что тема сложная, а просто потому, что информации мало. У нас на самом деле много информации о том, как компиляторы работают, вот высокоуровневая какая-то такая абстракция, а как поближе, как это все использовать, вот этого всего нет. Даже если посмотреть в LVM или GCC какую-то документацию, вот она, как правило, устаревшая или просто некорректная. И, как правило, новичок, который пытается что-то с этим сделать, он видит массу ошибок и сложно понять, как с этим бороться. Я вот начал этим всем заниматься года три назад, и я до сих пор борюсь еще периодически, какие-то вылазят очень страшные вещи, которые я не понимаю, и уходит очень много времени. Вот. Поэтому я решил сделать небольшой шаблончик, вот, это Xcode проект, в котором я насетапил уже вот эту связку LLVM и Swift. Вот. То есть всего, для того, чтобы это все завести, нужно всего лишь его скачать, нажать вот там Make Setup, Make Build в терминале и открыть проект. Вот. Make Setup, он просто склонирует LLVM, куда надо. Make Build это все соберет. Вот. Все нужные библиотеки будут собраны. Скачает он, собственно, вот там есть в проекте один файлик, XC-config, вот. Там есть две переменные, которые вот указывают, куда качать и куда собирать. И вот там есть Linker Flex, это то, какие LLVM, то, какие кусочки LLVM нам нужны. И это все работает очень просто. Вот. Как я уже сказал, да, в начале, что не нужно быть каким-то красноглазым гентушником, живущим где-то в терминале, там, в Vime, и Max, что угодно. Можно просто вот Xcode открыть и вот пользоваться этим. Вот. Эта программа, например, создаст модуль. Вот. Это модуль, это вот промежуточное представление нашей программы, исходной программы, там, я задан на языке C или там C++, но в LLVM, это вот то, как она выглядит на вот этом, на рубеже фронтенда и бэкенда. Вот. И с этим можно уже работать. Можно, например, вот легко пробежаться по всем функциям, которые определены в файле, в модуле, точнее. Либо пробежаться, вот взять какую-то функцию, да, по некоему имени, вот, или просто первую функцию, любую, пробежаться по инструкциям. Вот. И это все вот работает очень просто, на самом деле, и удобно. Я вот в работе над этим фреймворком для мутационного тестирования я, на самом деле, пишу его на C++, потому что, ну, по другим причинам. Но вот для какого-то прототипирования, если мне нужно быстро, программно пробежаться по IR, по вот этому внутреннему представлению, посмотреть, какие там паттерны, какие инструкции используются, и тому подобное, я вот это вот использую, и оно очень удобно и легко. Вот. Но дальше я, конечно же, хотел бы, чтобы вот все все бросили, побежали вот клепать эти тулы, вот работать со мной вместе над этим мутационным тестированием, помогать всячески. Но будет здорово, если вы хотя бы, ну, не хотя бы, если вы какую-то информацию из этого почерпнете, если, может быть, какая-то мотивация у вас появится. Вот. Я несколько ссылок дал. Первое – это от Криса Латнера. Он вот лет, может, пять-шесть назад написал статью о том, как работает LLVM вообще, какие там решения были приняты и по каким причинам. Вот. То есть я читал Латнера и почитал его еще вот до того, как это стало мейнстримом. Это здорово. Вот. Вторая ссылка – это часть документации LLVM. Там туториал о том, как создать язык программирования. он игрушечный, но он вполне себе работоспособен. Вот. Если кто-то все еще боится компиляторов, то вот можете пройти этот туториал. Он очень небольшой на самом деле. И там вот все просто. Вот. Компиляторы – это просто. Вот. Это тезис моего выступления. Дальше вот, да, ссылка на мой блог. Там я тоже пишу про LLVM. И, как правило, я сам это всем новичок. И я пишу то, что может помочь новичкам, людям, которые тоже пытаются как-то изучать эту область. Вот. Две последние ссылки – это непосредственно код. Всякие примеры о том, как можно использовать C API, предоставляемый LLVM из свифта. Но последнее – это вот непосредственно тот шаблон, который я показывал. Вот. Который просто работает. Just works. Спасибо. Ты рассказывал, вот что у себя в проектах YAML используешь для хранения настройок. А можно чуть подробнее? Как вообще, во что это в итоге транслируется и как ты это используешь? Собственно, есть YAML, да, все в курсе, примерно, как он выглядит. Вот. Короче, это не некий формат, а чисто текстовый. И вот в этом YAML я определяю один объект. Извиняюсь. Какой-то, допустим, development, staging и production. И для вот каждого из этих YAML объектов там есть настройки, допустим, API, endpoint, какие-то ключи для Google, ключи для каких-то крышлитиксов и прочих-прочих. И вот потом просто Xcode заменяет это Handlet. Ну, я написал там такой псевдокомпилятор, который генерирует из этого YAML Objective-C файл. И потом Xcode сам разруливает. Вот я ему говорю, что вот YAML Handlet вот таким-то компилятором. На выходе у тебя будет Objective-C файл. И Xcode сам этот Objective-C файл подхватывает, компилирует его в нативный код. Вот. То есть работает очень вот смуз, как магия. И года полтора назад я это внедрил в проект и не трогал. Вот. Просто работает. Я не знаю, я куда-то могу потом ссылки добавить на это все тоже. Я только не знаю, куда. Можно в Slack. Да, вот я в Slack сброшу эту ссылку, если кому-то тоже еще интересно. Еще вопросы? Нет, файл заголовок создан отдельно. Да, это три. Да, да. Но в теории можно это тоже его генерировать, но я не знаю, почему я принял вот решение иметь исходный заголовочный файл сразу. фреймворк для мутационного тестирования используется на каком-то реальном проекте? Нет. В планах есть когда-нибудь его внедрить, посмотреть, когда это будет готово? Есть в планах, но я все еще работаю над этим в одного, в свободное время, поэтому я не могу дать каких-то обещаний по срокам, но у меня есть серьезные планы где-то его использовать в чем-то большом. Ну вот у меня сразу я увидел 2 умножить, ой, не 2 умножить на 2, а умножить на B и A плюс B и сразу подумал 2 умножить на 2 и 2 плюс 2 и мутационный фреймворк плохо отработает в этой ситуации. Может быть, там много есть течкейсов, много вещей, которые требуют, скажем так, много вопросов, на которые у меня нет четких ответов вот еще. И вот эта проблема, это не самая большая проблема на самом деле, которая там есть. И еще насчет создания моков для того же свифта. Не проще ли делать кодогенерацию свифтового кода? Микрофон включен? Работает? Хорошо. Да, что-то он отключался походу. По-моему, проще разобрать и токенизировать распартий свифтовый код и нагенерить с моков. Возможно, я не утверждал, что это единственное верное решение. Это просто одно из возможных применений. Да, и проще, возможно, проще генерировать именно свифтовый код, но вот у этого подхода есть другие плюсы. Например, в том же Java или dotnet, фреймворке, которые делают что-то похожее, у них есть огромные плюсы в том, что они позволяют вам мокать какие-то приватные методы, например. Но у Java и C-Sharp рантайм очень гибкий и есть рефлексии на запись, соответственно, там можно не углубляться ни в компиляторы, ни в парсинг, ни в токенайзеры. Тем не менее, существуют фреймворки, которые углубляются и делают. А возможно ли применить для без рефлексии на запись для генерации mock-объектов в теории? Да, можно. LLVM он просто генерирует объектный код, он генерирует машинный код на самом деле. Скажем, два инстанса разных одного протокола вполне можно сгенерить. Один реальный, заставить его, подменить отдельные функции и вызывать у предыдущего объекта. Я думаю, что это возможно. Я не знаю, насколько это трудоемко, насколько это трудозатратно, но это точно возможно. Вот все вот эти вот вещи, такие как протоколы, инстансы, это все часть фронтенда. Это, то есть, грубо говоря, защита от дурака. LLVM, ему все равно. Там есть машинный код, который как-то выполняется, и мы можем его патчить, можем делать с ним вообще все, что угодно. А вот на уровне машинного кода у нас нет никакого понятия о классах, функциях, типах, протоколах, экстеншенах, вот этого всего нет. Это просто, можно сказать, такой синтексический сахар для ассемблера. Вот все эти высокоуровневые языки. Одну секунду, давайте еще один вопрос, и потом можно будет продолжить общаться. Похаливарить. Так что и кто еще? Давай два, потому что мы держали руки. Ну так и быть. Вопрос может быть не совсем по теме, но вот это мутационное тестирование, оно вообще где применимо? По ощущениям, в реальной программе может быть куча времени занять создание этих мутантов, проверка, что они нормально работают. Что-нибудь можешь сказать про области применения, где вот, может быть, где-то это очень долго займет, и прям не нужно это использовать? Применение — это юнит-тестирование, как правило. Таргет группа, скажем так, мутационное тестирование это юнит-тесты, и это применимо, по-моему, вообще к любым программам, но там, вероятно, есть какие-то edge-кейсы. Вот у меня нет с собой сейчас никаких цифр, я не буду врать, но я смотрел один из докладов о P-тест, о мутационном тестировании для Java, и там какая-то библиотека, математическая библиотека, огромная, там прогонялись вот эти все мутационные тесты на ней, и это занимает очень много времени. Там какая-то первая версия этой библиотеки прогоняла 16 часов, это все, там какая-то улучшенная версия 4 часа. Это очень много, это трудозатратно, но я думаю, что мы можем себе позволить, например, раз в неделю это гонять на каких-то своих юнит-тестах или раз в месяц в зависимости от размеров проекта. Да, и как результат, на самом деле, очень много багов находится. Вот, я прочел пару бумаг, как research papers на тему мутационного тестирования, там очень интересные цифры пишут. я тоже не помню их, но помню, что они высокие. Достаточно большое количество багов находится при помощи мутационного тестирования. Также помогает с мертвым кодом. Вот в этой математической библиотеке на Java там какую-то функцию нашли, которая вызывает другую функцию, и вот та функция, она тяжелая, и она не нужна на самом деле, она просто устарела. И ее дропнули, и прирост в библиотеке получился. И это сложно, ну, это, наверное, невозможно отловить как-то вот руками, скажем так, мануле. Спасибо. А сможешь вот ссылку на эти research papers тоже скинуть с лаг? Потому что интересно почитать. Да. Супер. Можно еще последний вопрос? Да. Как выглядит потом инфраструктура? То есть, если мы сделали свой LVM-модуль, вот, например, для этих же МОКов, а как потом будет выглядеть инфраструктура? Вот у меня Enterprise, какие-то там, Builder и Rust, какие-то Jenkins и Fastlane. То есть, мне надо будет целиком кастом байнери вот всего LVM выкатывать свой собственный? Или там как-то рантайм-модули подключаются вот к тому LVM, который идет с Apple? Как вот оно выглядит потом? Мне сложно сказать. Вот, я не знаю, вот так скажем, я не знаю, как это может выглядеть. Вот. Там точно нет рантайм-модулей, мы не можем подключать к LVM рантайм-модули. В теории мы можем некий свой, что-то вроде компилятора своего выкатить. Вот, например, есть статический анализатор в Xcode. Вот там кланг, кстати, канализер используется. Это на самом деле там кастомный компилятор, немного расширенный. Вот кланг. И он вот просто заменяется там. Мы компилируем не с клангом, например, а вот с этим с кланг, там кланг-чек какой-то. И то же самое возможно вот здесь. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ